Я знаю, что про ад, ну как бы, непринятые, даже люди не любят слышать об этом. Но Иисус об этом говорил. Иисус не боялся людей предупреждать. И мы обязаны предупреждать. Я обязан предупреждать, что человек, который отказался... Знаете, некоторые думают, а вот человек сказал, что он был добрый, хороший. Но доброта и хорошие не спасает. Спасает только один Иисус Христос. Когда человек приходит к Богу и говорит, Господи, прости меня, я грешний, мне нужно Твоё спасение. Когда человек сошел к Богу, он говорит, что я грешний, мне нужно Твоё спасение. Грех разделяет человека и Бога. Грех не верит. Грех не верит. Грех гордости. Грех слепей. Разделяет. Отдалит. Огромная пропасть между Богом и человеком грех не верит. Ир милзийга, милзийга старпива старп Греха. Богом и человек. То есть огромная пропасть. Человек, который не покаятся о своих грехах. Хочет ли этого Бога? Бог этого не хочет. Но так все сотворено. Что душа, бессмертно. Знаете, многие люди ищут бессмертия. Но оно присутствует. Да, кто-то смеется над этим. Как-то смеется. Знаете, я слышал шутку, кто-то говорит, ай, ваду друзей больше. У меня так думает, что, ну, да, кто-то реально будет больше другого. Знаете, ваду нет друзей. Узнете, ваду нет друзей. Это место, которое навсегда разделяет нас с Богом. Место, где нет надежды. Кто из вас хоть раз в баню был? Курши раз, когда вы были в пирте. Сколько вы можете продержаться в баню вот такой, на 100 градусов? Ну, так, 10 минут, да? Ну, 10 минут. А, 15 минут? Ну, ну, вряд ли больше. Он, посадите, в баню? Истал деск, такая перец. Навсегда. Посадите, в бане? Навсегда. Перец с мужем. И оттуда не выйти. Оттуда не выйти. Дверь в баню закрыта навсегда. И в бане нету огня. А там есть огонь. Вот люди, которые отвергли Бога, попадут туда. Страшно? Мне страшно. Знаете, я когда был неверующим, я подумал сам в себе. А вдруг это правда? А вдруг ад есть? И это заставило меня задуматься. Я, скажем так, я покаялся из страха. Честно. Я покаялся из страха. Шаг за шагом я стал узнавать больше и больше. Я понял одну вещь. Что люди, которые не узнали Евангелие, не покаялись, попадут туда. Я сам себе сказал, я хочу жить так, чтобы люди туда не попадали. Я хочу говорить людям Евангелие. О любви Божьей. Что любовь Божья заключается, чтобы мы туда не попали. Бог не хочет, чтобы мы туда не попали. Божье желание, чтобы все люди спаслись. Потому что Бог не хочет. Я хочу вам показать одно местописание про Ат. Такое тема сегодня, ну... Она добрая, но... Нормальная тема, спасибо. Нормальная тема, да. Лукас 16, 19. Лукас 7, 19. Евангелие, Лукас 16, 19. Лукас 7, 19. Некоторые люди были богаты, одевались от фиба, из соуса, и каждый день, пирс и блеста, инор. Были как богатцы вирус, с деревом курпуром, с молка автеклоном, зимой из гринц, кармом, лизом. 16, 19, 16, 19. Были также некоторые нищи имени Лазер, которые лежали ворот его в струпьях. Были два человека, очень богатый человек и очень бедный человек. Струпья – это болезнь. Его кожа была покрыта болезнями. И не было таких больниц, как сейчас. Человек просто жил на улице. И таких людей все, знаете, так вот, фух, отойди от меня, не приятно. И человек кушал крошки. Таких людей не считают даже за людей. Таких людей не считают даже за людей. Но Бог! Любит таких людей. Написано дальше. И так далее. 21. И желал напитаться крошками, падающими со стола багаща. И псы приходили из зали струпи его. Умир нищи и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Умир и багаж и похоронили его. Дальше написано. В аде, будучи в муках, он поднял глаза своей, увидел в даме Абрама и Мазаря на лоне его. Написано, что богач попал в ад. Знаете, вот в аде он увидел, как-то вот так вот получилось, что Бог ему дал увидеть, что этот нищий оказался вот в раю. В 24 стихе. И закричал, сказал. О, че, Абраме, у милосердис надо мной и пошли Лазаря, чтобы омашил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламене сем. Не писано, что богач так мучился. И он попросил хотя бы каплю воды. Он попросил хотя бы каплю воды. Смотрите, вот здесь полстакана. И вот здесь есть полстакана. Я попросил, и всем захотелось. Я спрятал, что все может быть. Ну там хотя бы каплю попросил. Там нет максимума сходить купить водички. Он тут нет максимума, который родит новую культуру. Нету Риме. Нету колонки. Нету крана. Он просто хотел хотя бы каплю воды. Потому что там он мучился. Он мучился. Мучился. Знаете, я думаю, что каждый из нас хотя бы в жизни какой-то раз мучился. И когда мы мучаемся, мы хотим какую-то перемену, мы хотим помощи. Мы хотим кольку попросил, чтобы поменять. И вот тогда богатый. Он хотел попросил. Он хотел попросил. Он хотел попросил. Он говорит. Господи! Девы! Хотя бы каплю воды. Весьма сприл и воды. Мне так тяжело здесь. Мне так тяжело здесь. Тут написано, что это громко. Он шесть, что он стал сильным голосом. Дальше. Ну, Авраам сказал, что сейчас вспомни, что ты получил уже доброй твоей жизни. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утишается, а ты страдаешь. Но Авраам сказал, что ты будешь добываться, что ты будешь добываться добываться. Потому что Лазарь леон. Так, как он стал запрещен. Но тебе я не могу. Написано, что богатый на протяжении всей своей жизни. Он наслаждался жизнью. Написано, что у него были первые праздники. Он кушал лучшую еду. Сегодня он бы ездил на лучшей машине. Он бы мимо проходил нищих. Возможно, даже пенал бы. Человек получил доброе в этой жизни. И этот человек навсегда попал в голову. Навсегда. То есть здесь свои 50-80 лет он наслаждался. Но там. Он навсегда. Он трудно представить. Как можно навсегда остаться в голову. Как вы верите в Библию. Ну, если вы верите в Библию. Если вы верите в Библию. Если вы верите, что бог есть. То это правда. То есть это правда. Знаете, многие смеются надеять. У многих смеются надеять. Серьезно не воспринимают. Что А есть. Как Л-эксистэ. Да. Вы слышали наверное такое? Что там А? Да. Что там А? Знаете, меня отпугают. Но если вы верите меня, я вам не верю. Дальше. Далее. 26. И смерт всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к нам не могут. Так же и оттуда к вам не переходят. И, соответственно, к нам, у вас будет большая библия, что те, кто из этого не верят, что они не могут. Написано, что из одного места. У других уже не попасть. Знаете, как католики говорят, что есть там место очищения, потом ты в рамен отдашь. Католикам есть такая мация, что есть три рита. Это неправда. Если человек туда попадает, то попадает навсегда. Если человек туда попал, то попадает навсегда. 27 стих. Тогда сказал он, так, прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего. Потому что у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Потому что у меня пять братьев, чтобы они не пришли в это место. До богата. До чего? До чего? Куда он попал. И куда его братья тоже попадут. И куда они его братья накрывают. Пять братьев написано. Он написал, что пять братьев здесь. Вся семья будет здесь в аду. Он понял одну вещь. Он не хочет, чтобы вся семья там оказалась. Пять братьев. Пять братьев. И он говорит. Пускай Лазарь. Пускай Лазарь. Расскажет им об этом месте. Чтобы они туда не попали. Но Иисус ему отвечает. Абрам. Абрам отвечает. У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их. Что бы сегодня сказал Иисус? У вас есть пастырь. У вас есть Слово Божие. У вас есть церковь. Если вы не слушаете, то там уже будет поздно. Сегодня, как Иисус сказал. Сегодня много предупреждают об этом серьезном месте. Ну кто-то серьезно относится. Кто-то так и не понял, что это правда. Кто-то так и не понял, что это правда. Тогда он сказал. Тридцатый стиль. Нет Отче Абрама. Но если кто из мертвых придет к ним покаяться. Не Абрам тези. Но если кто-то из мертвых придет к ним покаяться. Это богач говорит. Если его воскреснет потом. У видит его живым. У видит его живым. Тогда покаяться. У знаете, Иисус знает людей. Но если он говорит, если Моисей и пророки не слушают, то если бы из мертвых воскрес не поверят. Они не поверят. Абрамси немецкая. Если они не слушают Моузу правящие, то они не смотрят тогда, что кто-то из мертвых не поверят. Иисус знает, что люди все равно не поверят. Даже если видит, как сегодня воскресленная бабушка, которую умер в 95-м году. Иисус говорит, что у них есть Моисей и пророки. Иисус говорит, что они есть Моисей и пророк. Сегодня у нас есть мова Божья. У нас есть церни, у нас есть пасторы. У нас есть пасторы. У нас есть мастеры, пророки, евангелистии. Которые говорят, если ты не слушаешь, ты попадешь в пат. Если ты не можешь Лос-Гребсток нокрю селлай... А кто это? Так что-то рады надо. Восемьдесят лет покаришь. Я так раньше думал. Ай, в старости покаришь. До старости не дожил, покаялся в двадцать пять. Отъесть! Место мучений. То, что мы с вами читали. Место, где мучаются люди. Может быть там нету этого тела. Но написано, что они чувствовали боль. Они чувствовали. Каждую секунду. Чувствовали боль. Второе. У людей сохраняется чувство. И люди переживают эту боль снова и снова. Представляете, боль вечно. Представляете, вечную боль. Мужик сапс. Вот тут. Знаете, я на работе очень устаю. Я жду выходных. Я на выходных отдыхаю. А там нету выходных. Нету перерыва. Нету перерыва. Нету перерыва. Нету отдыха там от этого места. Человек туда попадает. И он всегда чувствует боль. Он всегда чувствует боль. Третье. Человек там может разговаривать. Человек может как-то говорить. Человек может как-то говорить. И он говорит, не знаете, как там шепот там, как мы молимся. Он кричит от боли там. Он кричит от боли там. Он кричит от боли там. Там нету воды и воздуха. Не знаю, может быть, вы смотрели в ютубе разные такие есть свидетельства. И одно из свидетельств говорило так, что там только воздух. Ты пытаешься поймать каплю воздуха для себя. Потому что там смерти нет. Ты уже не умираешь. И просто человек там мучается. И это месту, где нету надежды. И это место, где нет надежды. Место, где нет надежды. Ветта, где нет надежды. Страшный, правда, когда нет надежды. Страшно, когда нет надежды. Страшный, когда нет надежды. два раза не надежда конден. aboある Anfang對不起. Нов за кого узнаешь. Тут мы поближе к мужа, жену, д媛а, на Бога. Мы пытаемся на что-то надеяться, мы пытаемся на что-то надеяться. Но там нет надежды. Все. Ты там. Там. Все. Конец. Навсегда. Попадает всякий смех. Попадает радость. Попадает жизнь. Попадает жизнь. Попадает все, на чем ты всю жизнь старался. Некоторые всю жизнь только копят богатство, копят, копят. Там этого нету. Все. Даже если всю свою жизнь играет богатство, то это все. Хорошо. Оставил все детям, все свое имущество, все свое богатство. Ну ты там. Все. Ну ладно. Попадает жизнь. Попадает жизнь. Все. Попадает жизнь. Все. Все, что ты заработал за свои 80 лет. Все, что ты срабатываешь за свои 80 лет. То ты этим кольцом, за ты ваду. Кадцы, которые слабые, но там, кто вы получаете тело. Ужасно. 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 И вот это место, куда попадают все люди, которые не покажут. Куда попадают все людей, которые не покажут. Человек, который в своей жизни не принял эту жертву Иисуса Христа. Не изменил свою жизнь. Туда попадет. Я скажу честно, даже я туда могу попасть. Если я буду учить неправду здесь. Если я залезу в кассу церковную. То что я пастор меня это не спасает. Я туда попаду, если я буду лжецом в глазах Бога. Я туда попаду, если я буду изменять жене. Я не застрахован точно так же, как никто не застрахован. Вот если я залезу в кассу церковную и возьму там денег. И не подкраюсь в этом. Я туда попаду тоже. Но Бог не хочет этого. Мы возвращаемся к тому, что Бог этого не хочет. Спасение для каждого человека. Знаете, как люди могут узнать о спасении? Как люди могут узнать, кто они туда не попасть? От нас. От верующих людей. Кто им расскажет, если не мы? Кто им расскажет, если не верующие люди? Иисус рассчитывает на тебя и на меня. У меня на работе есть мой коллектив, которым я свидетельствую. У тебя на работе есть твой коллектив, которому ты можешь свидетельствовать. У меня есть соседи, которым я могу свидетельствовать. У меня есть соседи, которым я могу свидетельствовать. Бог рассчитывает, как тебе и на меня. Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Но именно Бог Возложила ответственность. Иисус Спаситель. А мы в Его команде. Я занимался футболом. И там 11 человек на поле. И если один плохо играет, из одного может команда проиграть. И так же у Иисуса. Если кто-то игнорирует, кто-то кому все равно, может проиграть вся команда. Но мы в Его команде. Если ты покаялся, если ты веришь в Иисуса Христом, Бог на тебя решит. И для меня тоже. Он рассчитывает, что мы расскажем людям о спасении. Когда ты Иисус сказал Петру, следуй за мной, я сделаю тебя ловцом людей. Я делаю тебя ловцом людей. Боже мой, что Вы делаете из нас ловцом людей. И Иисус сказал, что ты следует за мной, я сделаю тебя ловцом людей. Но я сделаю тебя ловцом. Иисус Христос знал, что на кого можно положиться? Это на рыбаки, простые люди. Часто мы думаем, что мы не способны. Мы уже старые, молодые, занятые. Но Иисус рассчитывает именно на простых людей. Но Иисус рассчитывает именно на простых людей. Я тоже очень простой, со своими комплексами и проблемами. Но точно так же Иисус хочет меня использовать и вас использовать. Представляете, мы придем на небо. Ну мы же хотим на небо. И мы никого не приведем с собой. Представляете? Ни одного человека с собой не привел. Просто ни одного. Ни одного человека не привезти туда. Ни одного человека не отвезти туда. И сколько людей вокруг нас. Неужели я одного человека не могу с собой взять? Он не скажет, что я тяжелый. Да, это правда. Знаете, моя молитва всегда была такая. Господи, помоги мне привести, приводить людей к Тебе. И Бог помогает. И Бог помогает. Есть ли у тебя такая молитва? Господи, помоги мне спасать людей. Помоги мне быть участником спасения Твоего. Помоги мне быть участником спасения Твоего. Есть ли у тебя такая молитва? Вы кричите к Богу. Вы кричите к Богу. Господи, хотя бы одного дня привезти. Представляете, мы придем на небо и никого не привел. Иисус рассчитывает на нас. Знаете, есть люди, которые говорят, а, мне это неинтересно. Это не мои проблемы. Мои соседи – это не мои проблемы. Пускай Бог разбирается с ними. Когда мы так говорим, тем самым мы заявляем, Бог твою проблему мне неинтересно. И потому мы так говорим, что Бог твои проблемы не актуально. Бог, мне неинтересно, что тебе важно. Бог неинтересно мне то, что тебе важно. Знаете, для Бога это важно, чтобы людей спасли, правда? Но когда я говорю Бог, то как бы слишком занят. Но когда я говорю Бог, то я так... Тем самым мы говорим, Бог, мне это неинтересно. Мне это неинтересно, что люди идут вверх. Господи, не применяй меня еще проблем, у меня и так много проблем. Когда мне это не интересно, мы говорим Богу, Бог отвянет меня. Не лезь в мою жизнь, но на мои молитвы отвечай. А знаете, Бог не будет отвечать на наши молитвы, если нам все равно, что Бог на сердце. Если мне все равно, то Бог не будет отвечать на мои молитвы. Осознаем ли мы, что каждую секунду человек, который умирает, идет в ад, который не признал Суса Господа. Понимаем, когда стоим на похоронах, если человек не покаялся, он идет в ад. Или мы понимаем, что когда мы стоим, мы видим, что человек, который действительно может выйти из ад. Плачем ли мы за этих людей? Или мы радуем, что это человеку. Как бы все равно. Я понимаю, мы все люди. Я понимаю, что мы все люди. И мы не можем выделить из себя эти слезы так. И мы не можем избежать от себя. Но для меня есть хотя бы каплика боли. Но для меня есть как-то человек, который идет из вас, чтобы человек уйти из области. Есть ли у меня такая молитва? Господи, я хочу быть Тебе использованием. Господи, я хочу быть Тебе использован. Я хочу привести людей к Тебе. Я хочу привести людей к Тебе. проповедуют, которые уже на грани смерти. То есть привезти к Богу, это не значит, что привезти в церковь. Да, привезу в церковь, пастор разберется. Так чаще всего люди думают. Но мы имеем то же самое, что имеет пастор. Мы можем пойти и там, где аборты делают, но ты говоришь, не делай эти аборты, это смерть. Мы можем идти туда, где происходит смерть, и говорить о жизни. Не приводите их обязательно сюда. Это хорошо сюда, но это не самое главное. Самое главное, чтобы люди попали на небо. Чтобы они успели покаяться. Может быть, последние две секунды у человека будет. И он скажет, Господи, прости меня. Появляется надежда, что он попадет на небо. И Бог может использовать тебя и меня для этого. Я хочу показать вам тоже один из таких моментов, как Бог может нас использовать. У нас ребят, по-твоему, я думаю, как я с вами был сизматом. Десять, а Луки? Десять. Лука села делать, дайте себе. Тут одна история. Рекад старт. Как Иисус использует людей. Кава, я и сизма дотиллахс. Для спасения. Кава, я и сизма дотиллахс. С первого стиха. Кава, ты макан. Господь избрал 70 учеников и послал их по два приемлицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Позитам, тас кунгс, но занимаясь 70-ти цитин, он исчудит из Турка-Деви, он дим савапрекшал, зекату пилсайту, он не еду, который он не еду. И сказал, жатвы много, а делателей мало. Итак, маните, господина жатвиш, чтобы выслал делателей на жатву свою. Он в институте, садзи, клявима дауджу, странные к манс, иисус разделил на две категории людей. Есть то, что делает, а есть жатва. Жатва – это люди, которые еще не спасены, которые еще не знают о спасении. Делатели – это тот, кто идет и говорит, и помогает людям прийти к Богу. Кто ты? Кто я? Кто мы? Ты жатва или ты делатель? То есть, приводишь ли ты людей к Богу? Привожу ли я людей к Богу? Или я еще жатва? Что до сих пор мне нужно говорить, что давай спасение нужно, это важно. Он говорит, что жатвы много. А делателей мало. Иисус подчеркнули на всегда. На все времена тут делатели мало. А знаете, когда мало делателей, тогда каждый делатель не вес золота. А когда немецкие ученики, то каждый ученик, который вверхнется? Правда? каждый ученик на весь говоз. Дарьвитер и выверхнется. Да, потому что это их маленькие. Иисус считает на каждое. И Иисус решает на каждого. На каждого, на тебя и на меня. Он говорит, что это они маленькие, а ты и я. И Он говорит, как они, как ты и я маленький. Третий стих. «Идите, я вас посылаю, как агнцев среди волков». «Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте». «А в какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему?» «Если будет там сын мира, то подчерет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». «А если нет, то к вам возвратится». «В доме же дом оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящиеся достойны награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». «Если придете, в какой город примут вас, ешьте там, что вам предложат». «Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие». «В этой истории мы можем научиться, как людей приводить к Богу». «Первое, третий стих, он говорит, идите. Идите. Иисус говорит первое. Не сидите. Идите. Идите в городской больнице. На флотес, в социальные дома. Идите к бомжам. Идите к наркоманам. Идите. 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 «Первое, третий стих. На дороге никого не приветствуйте». Другими словами, не отвлекайтесь от Божьего дела. «Потому что, когда мы идем, что-то обязательно найдется важное. Что-то, что отвлекет нас. Что-то, что отвлекет нас. Что-то, что кажется, это дело подождет. Сначала это закончим. Идите к своей цели. Идите. Проповедуйте. Идите. И не отвлекайтесь. Идите и не отвлекайтесь. Идите. И не отвлекайтесь. Дальше он говорит. Что это говорит? Принесите мир дома этому. То есть, другими словами, что принести? Доброту. Любовь. Добрые слова. Принести этот мир людям. Знаете, этот мир полон печали, слез и проблем. Этот мир полон зла. Там обманывают. Там девушки беременюют и рожают без мужей. Там крадут. Там депрессия. В этом мире полно. Там ничего нет у Бога. Он говорит, принесите мир. Он говорит, принесите мир. Скажите, Бог, как вы нас использовали? Скажите, большие партии у нас используют. Например, навестить бабушку. Примерно, обнимать родственники. И просто прийти к нему в гости. Вот идите, прийти в гости к бабушке. Например. Прийти, не отвлекаться, дойти до этой бабушки. И просто прийти, скажи какие-то добрые слова. Примерно. Может ли Бог так использовать? Ничего сложного. Ничего сложного. Дальше. Как тут написано? В седьмой стих. В доме оставайтесь, ешки и пейте. Другими словами, дружите. В седьмой стих. В седьмой стих. Дальше. 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 Может ли Бог использовать тебя и меня просто дружить с этим человеком? Или нет, ты и мне можно использовать, что мы действительно дружим с этим человеком? Ну, вроде ничего сложного. Ну, не так как сэр. Часто мы из этого делаем такую огромную проблему, что я не способен, я такой. Ну, дружить с человеком, это трудно. И иногда мы так как раз повторяем, когда будет много людей или много проблем. Но иногда иногда один, и другая человек. Девятый стих. Дальше. Исцелите находящиеся в нем больных. В седьмой стих. Другими словами. И другим больным, скажите. Молитесь за меня. Логите за меня. Пришли в гости. Отноцать землю. Наедине молитесь за этого человека. Господи, открой этому человеку сердце. Господи, пускай он придет к пониманию, что ты спаситель. Не так сложно, правда? Просто молиться за человека дома. Наедине с Богом. И только последнее говорить Евангелие. Потому что, знаете, мы приходим к человеку в гости. Первое, что мы говорим, покайся, грешник, а ты в ад попадешь. И человек говорит, слушай, идите отсюда со своим, покайся. Он такой человек въезжает, был, ну, эй, эй, ты по куртала, как и все. Но это все занимает время. Чтобы подружиться с человеком. Чтобы подружиться с человеком. Знаете, чтобы подружиться мне с вами, мне нужно время. Чтобы вы со мной подружились, вам тоже нужно время, правда? Первый день я уже не буду говорить с вами о своих проблемах. Но нужно время. Нужно время доверия. Нужно время, что человек может нам довериться. Когда мы приходим в гости к человеку. Нужно, чтобы человек тебе доверился. Чтобы ты не пришел что-то опять у них просить. Весь мир чего-то хочет от нас. Но мы не пришли просить, мы пришли дать. Например, когда мы идем в гости. Взять пакетик с едой. Не так уж сложно, правда? Но мы попросим 5-10 евро. Но человек это сделает радостно. И человек уже располагается. Он целая вся партия из вверх. Располагается, открывается. Значит, партия отверстия. Как Бог может нас использовать? Вот если мы будем вот таким принципом придерживаться. Я вам сто процентов говорю, хотя бы одна человека вы приведете. Я думаю, я не знаю, что мы спируемся с этим принципом. То есть пары, значит, что весьма зверя, целая нас отверстия. Хотя бы одного человека мы приведем сто процентов. Я хочу сделать нам вызов. За этот год. За один год. За целый год. Хотя бы одного человека привести ко спасению. Я знаю, что это не просто. Я такой же человек. И точно так же борюсь с ними. И я такой же человек, как и вы. И точно так же ценю себя. Представляете, если каждый из нас приведет к нашему человеку, это 20 спасенных душ. 20 или 25, сколько у нас здесь человек. Из Адра на небесах мы придем, сделаем какие-то такие принципы. И в конце человек скажет. Что мне нужно сделать? И ты говоришь. Тебе нужно отдать свою жизнь Богу. Покаяться. И ты попадешь на небеса. И вы вместе становитесь на колени. И человек отдает свою жизнь Богу. Как это прекрасно, когда юзиты из Ады переходят в жизнь. Но на кого Бог будет рассчитывать? На нас. На тебя лично. У вас есть соседи, к которому можно прийти точно так же? У вас спасут соседа. Ты так же далеко. Даже не надо сюда ехать. Возможно, есть какие-то друзья, которому можно рассказать в Англии. Возможно, вы знаете какого-то человека, у которого проблемы с алкоголем. Или с наркоманией. Или с игровыми автоматами. И вы просто можете навестить этого человека. Ну, не один раз, а вот спустя. Дружить, в смысле. Но я не могу сделать то, что делаем мы можем вместе делать. И ты один не можешь сделать то, что мы можем сделать вместе. Поэтому Бог рассчитывает на каждого из нас. Я не хочу, чтобы вы на себя какое-то чувство вины взяли. Нет. Нет, я не для этого здесь. Я просто хочу сказать, что Бог на нас рассчитывает. Я не могу сказать, что Бог на нас рассчитывает. Думаю, в тайной комнате. Ты можешь спросить, Господи, что мне делать? Как мне делать? Может быть, это не будет работать в вашей жизни. Может быть, Бог даст вам другую стратегию. Может быть, Бог даст вам другую стратегию. Как приводить других людей? Правда? Да. Бог может дать стратегию. Просто нам нужно хотеть это. Не быть равнодушным. Не быть равнодушным. Если хотя бы одного человека привести на меру. Мы назовем целая карта, если мы ездимся. Выключите. Хочу вызов сделать нам. И также давайте мы помолимся. И давайте мы, если можно, я попрошу вас встать. И давайте мы закроем нам минуточку глаза. И я верю в силу молитвы. Я хочу спросить, если ты хочешь это сделать, в течение года привести хотя бы одного человека. Я просто помолюсь за этого человека. И если ты не хочешь, то ты не обязан. И если ты не хочешь, то это не обязан. Мне ничего не обязан. Это между тобой и между тобой. Это только для тебя и для Бога. Давайте на секунду закроем глаза. И от Мерклазера макис. Поднимите руку. Закритыми глазами. Поднимите, пожалуйста, руку. Тот, кто хочет за год привести хотя бы от того человека. Господи, я молюсь и благословляю каждого, кто поднял свою руку. Господи, я благодарю тебе за тех людей, которые отозвались. Я прошу дай силу. Дай благодать. Приводить людей к тебе. Отвести человека к тебе. Господи, чтобы отопустившись. Господи, чтобы отопустившись. И чтобы рождение не отопустившись. И чтобы прониклить нас. Используй нас. У потребляйся, не каждый, кто поднял руку. Летуй нас каждый, кто поднял руку. Господи, мы не идем со своими силами. Мы идем с Твоей силой, мы идем с Твоей духом следить, с Твоей мудростью, с Твоей силой, с Твоей любовью. Мы пойдем привести людей для Тебя. Господь, я прошу помоги привести одного и на этом не останавливаться. Не останавливаться над этим. Позволь нам привести много людей в Царство Твоей. Много людей за нашу жизнь. Господь, много людей позволяй нам привести. Господь, я пришел в Кристо. Позволь нам привести. Позволь нам привести. Позволь нам привести. Аминь. Аминь, спасибо. На секунду можете присесть. Вот так, марта вся здесь.